Для более 400 тысяч учащихся школ прозвучал последний звонок. Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года, состоялась и в столичном лицее имени Натальи Георгию. К лучшим из лучших, а в этом столичном лицее отличников на огромную доску почета наберется. В этот день по традиции награждали дипломами и наградами за успешные достижения в науке, спорте и других не менее важных областях. Стали взрослыми теперь и детских лет вам не вернуть. Вам школа в жизни открыла дверь и указала путь. Уроки и домашние задания позади. Мальчишкам и девчонкам не терпится с головой окунуться в лето. Впрочем, долгожданные каникулы наступили пока лишь для учащихся младших классов. Выпускники же засядут за подготовку к экзаменам. Но это завтра. А сегодня учителя, родители первоклашки провожали их в новую взрослую жизнь. У меня сын выпускник и я очень рада. Это очень волнительно, потому что 12 лет назад он стоял в ряду первоклашек. И такие же самые были эмоции, как и сейчас. А вот сегодня выпускник. Поэтому как бы очень рады и очень волнуемся. Ну, немножко грустно, конечно. Хотелось бы этот последний звонок поменять на обычные звонки перемен. Но, к сожалению, все наступает конец. Ну, немножко грустно, но и радостно, с другой стороны, что мы закончили все при поддержке учителей наших. Мы все хотим сказать вам огромное спасибо от всего сердца. Это спасибо мы говорим в нашей школе, в особенности нашим любимым учителям. Вы все взращивали в нас самые лучшие качества, вкладывая свою огромную душу в душу каждого из нас. Теперь мы уходим, оставив в сердце частичку каждого из вас. И будем помнить вас всю жизнь. И будем стремиться передавать нашим детям то тепло, которое вы каждый год отдавали нам. Слова благодарности в адрес педагогов звучали не только из уст выпускников. Уважаемые коллеги, сегодня мы находимся здесь для того, чтобы выразить свою признательность всем преподавателям за их огромный труд в течение этого года и в течение всех школьных лет. Я благодарю вас, уважаемые коллеги, за терпение, понимание, за силу воли и последовательность, за искренность и принципиальность. Аплодисменты для наших дорогих учителей. Искреннюю признательность за самоотверженный труд, за упорство и самоотдачу в воспитании молодого поколения, за стремление посеять в детском разуме дух настоящего патриотизма выразил педагогам почетный гость праздника, третий президент страны и председатель партии коммунистов Владимир Воронин. Я благодарю педагогический коллектив за ту упорство, за тот труд, который они прилагают, чтобы вырастить, воспитать подрастающее поколение. Мы в последнее время взрослые, и особенно те, которые занимаются политикой, очень редко употребляют слово патриотизм. Но это очень неверно. Нельзя воспитать гражданина, нельзя воспитать человека тех стандартов и того времени, в котором мы живем, без того, чтобы он не овладел этими качествами патриота. И здесь мы рассчитываем и на помощь родителей, и на помощь общества, и, конечно, на помощь педагогического коллектива. Ребята, поздравляю вас с завершением учебного года, поздравляю вас с началом каникул, поздравляю вас со вступлением в большую жизнь. Дорога в новую жизнь, конечно же, будет нелегка и терниста. Но повзрослевшие ребята обязательно ее преодолеют и станут достойными гражданами, как очень надеются родители-педагоги своей страны. Премьер-министр Юрий Лянко, как и многие другие политики, нашел время в своем плотном рабочем графике, чтобы присутствовать на торжественной линейке по случаю окончания учебного года. Лицей имени Георгия Осаки, признался новоиспеченный глава кабинета министров, был выбран им не случайно. Его супруга тоже выпускница этого, как он отметил, престижного образовательного учреждения. Обращаясь к 12-классникам, Юрий Лянко, в первую очередь, пожелал успехов и достижений в новой взрослой жизни. Игорь Лянко, в первую очередь, он получил успехов на экзаменах и выразил уверенность, что багаж полученных знаний в стенах лицея поможет им в будущей жизни и профессии. Впрочем, в этом не сомневается и директор этого столичного образовательного учреждения. Для него каждый выпускной класс – это еще одна перевернутая страница в истории лицея. Игорь Лянко, в первую очередь, последний звонок сегодня прозвучал в 1400 школах и лицеях страны. Ученикам 9-х и 12-х классов, однако, с отдыхом придется повременить. Как сообщили в Министерстве просвещения, в этом году около 28 тысяч учеников будут сдавать экзамены на степень бакалавра. А 36 тысячам ребят предстоит продемонстрировать свои знания на выпускных экзаменах в гимназиях. Субтитры создавал DimaTorzok